В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Ищет справедливости. Вдова заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации уже несколько лет судится с Ковровской городской администрацией. Чиновники посчитали, что женщина незаконно захватила лишние метры земли и теперь через суд обязуют ее снести кирпичный забор. Однако собственница участка уверена, это решение несправедливо. В ситуации разбиралась Ольга Федина. Эта папка с документами – результат долгих судебных тяж. Псудится Валентина Тарасова с городской администрацией. Местные чиновники считают, что женщина незаконно захватила лишние метры земли на участке возле своего дома. Принесли план участка, показали мне вот этот кусочек земли, который у меня не оформлен. И составили акт, на основании которого администрация меня оштрафовала. Разбирательства с администрацией начались у Валентины Тарасовой пять лет назад, после смерти мужа. Он, к слову, человеком был в Коврове известным. Доктор технических наук, профессор Михаил Тарасов внес большой вклад в подготовку кадров для завода Дегтярева. 15 лет назад супруги купили этот недостроенный дом. А в 2009-м решили документально оформить свой участок земли и пригласили геодезиста. Тот замеры провел и необходимой бумаги выдал. Но, как потом оказалось, в расчетах ошибся на полтора метра. И теперь Валентина Тарасова обязует забор передвигать на другое место. Женщина думает, что вот так несправедливо. Наказать ее хотят, чтобы другим неповадно было. Представители юридической службы говорили, что таких моментов в городе очень много. У людей участки расположены и не оформлены должным образом. И, наверное, создать прецедент какой-то. Да вот только Валентина Тарасова уверена, что закон она не нарушала. К тому же геодезист свою ошибку признал. И несколько лет назад стороны заключили мировое соглашение. Вот тогда-то и вмешалась городская администрация. Местным чиновникам удалось опротестовать мировую через суд. Ведь их представителя на разбирательство не позвали. Хотя по закону должны были. И тут же администрация выступила с иском, в котором потребовала забор перенести. И суд уже выиграла. Валентина Тарасова и ее адвокат не понимают, почему служители Фемиды встали на сторону властей. Не учли даже мнение экспертов судебной землеустроительной экспертизы. Эксперты установили, что данный участок может и предложили вариант, что оставить этот участок в существующих границах. Именно в таких, какие они есть. Но почему-то к этому суд не прислушался. В Ковровской администрации ответ один. Чиновники действуют исключительно в рамках закона. Земельный участок расположен на территории жилой застройки с предусматривательными земельными участками Ж3. На территории общего пользования улицы Станиславского. Правила землепользования, предоставление земельных участков для целей, которые не связаны с инфраструктурой уличной дорожной сети, на указанных территориях не предусмотрено. Однако в поисках справедливости Валентина Тарасова намерена идти до конца. Со своим адвокатом они готовят апелляционную жалобу. А если и тут потерпят неудачу, то готовы обращаться и в вышестоящие судебные инстанции. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал. Борются с системой. Именно так называют судебный процесс, который сейчас проходит в Октябрьском суде, адвокат Юлии Горбуновой. Напомним, через две недели после родов у женщины открылось кровотечение. Юлию увезли в БСП. Там сделали две операции и провели гистологическое исследование. Судя по его результатам, как рассказала нам женщина еще в сентябре прошлого года, кровотечение случилось из-за того, что врачи ВОКБ не полностью удалили ей плаценту. Юлия наняла адвоката и с его помощью пыталась сначала решить дело мирным путем. Я был у главного врача Любови Викторовны Быковой. Я предложил мирное урегулирование данного вопроса. В исковых требованиях мы заявили компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. Но моя доверительница готова пойти на гораздо меньшую сумму, порядка 100 до 50 тысяч. Я об этом заявлял. Но не хотят. В результате женщина и ее адвокат обратились с иском в суд. Сегодня прошло очередное заседание, на котором не разрешили присутствовать в съемочной группе, сославшись на врачебную тайну. Поскольку Юлии Горбуновой не было на процессе, и она не смогла лично дать свое согласие на съемку. Ее интересы представлял адвокат. Также на заседание явились представители ОКБ и Департамента здравоохранения, которые, к слову, наотрез отказались обозначить нашей съемочной группе свою позицию. По словам адвоката Юлии, ОКБ попытались привлечь в качестве ответчика больницу скорой помощи, но суд отказал и привлек БСП в качестве третьего лица. Также сегодня прокурор выложил, что проводится проверка. По ее итогам будут решать вопрос, возбуждать или нет уголовное дело. Главный вопрос к экспертам. Есть ли причинно-следственная связь между действиями врачей ОКБ и открывшимся у женщины кровотечением. Результаты исследования адвокат пестиции заранее ставит под сомнение. На экспертизу поставлены многочисленные вопросы, но проверка проводится в учреждении Владимирской области. Я полагаю, она будет необъективной, необоснованной. Нами подготовлено ходатайство о проведении судебно-пестинской экспертизы в другом учреждении и поставлены краткие лаконичные вопросы, которые, я как полагаю, заключение именно экспертизы Владимирского региона будет обоснованным и объективным. Медицинская тема. Именно эти вопросы больше всего волнуют тех, кто записался на прием граждан к спикеру законодательного собрания Владимиру Киселеву. Какую инициативу предложила для реализации председателю облпарламента многодетная мать? И чего просят от парламентария пенсионеры? Подробности в следующем материале. В многодетной матери много больных вопросов. Светлана Шмелева к спикеру ЗС пришла сразу с несколькими вопросами, которые, по ее словам, волнуют большинство многодетных семей. Тем более, что изменить ситуацию в силе именно областные законодатели. Во-первых, женщина просит отменить транспортный налог для многодетных. Вы знаете, что мы недавно приняли закон, который устанавливает 50-процентную скидку многодетных семей на транспорт. Женщина просит 100-процентную скидку. Опять же, нужно смотреть сейчас из условий нашего бюджета. Потому что ситуация такова, что, к сожалению, мы вынуждены прилично сокращать бюджет. И еще предложение многодетной матери. Когда женщина с ребенком идет на прием в поликлинику, остальных деток оставить зачастую не с кем. В итоге приходится брать всех. А в душных очередях со множеством больных есть риск для всей семьи подцепить инфекцию. Нельзя ли для многодетных отдельную очередь выделить? Такой опыт ведь используют, например, в Рязанской области. Цепляется то одно, то другое. Представьте себе, вот заболел один в семье. Если еще жилищные условия, соответственно, не хоромы, у меня нет денег. Я вас понимаю прекрасно, конечно. Вы правильно все говорите. По цепочке один, другой, третий. И потом, вот так, вы знаете, по кругу. По словам Владимира Киселева, вопрос как системный, так и частный. Проблема с очередями в детской больнице, например, возникла после определенных событий. Десять лет тому назад областную больницу детскую в загородном парке закрыли и перевели ее в добрые. И как после этого сразу начались очереди. Хотя общественность предупреждала. Общественность была категорически против того, чтобы в областной детской больнице размещать туберкулезный диспансер. Тем не менее, инициатива о выделении многодетных в отдельную очередь спикеру ЗС приглянулась. И над ней законодатели обещали подумать. И еще вопрос по медицине. Жители микрорайона Юрьевец пожаловались на отсутствие в своей поликлинике узких специалистов. Мало того, что эндокринолога и окулиста в Юрьевецком медучреждении давно нет, так еще и врачи других поликлиник города их принимать перестали. Если до Нового года нас принимала первая поликлиника, еще раньше нас филиал первой поликлиники принимал, то сейчас вообще никто не принимает. Вот со мной на полу сидела такая женщина, уже пожелая. Она там в поликлинике и работала. Лифтерн говорит, у меня голубома на обоих глазах. Куда мне идти? Спикер ЗАГС Собрания тут же набрал номер главы облздрава Александра Кирюхина. Дозвониться до него не удалось, но уже после приема Владимир Киселев пообещал еще раз его набрать и поинтересоваться. Почему врачи ущемляют граждан в конституционных правах? Кстати, у ЗАГС Собрания есть горячая телефонная линия. По всем вопросам можно звонить на номер 8 800 700 74 79. Консультация юристов гарантирована. Алексей Соков, Александр Мажаров, 6 канал. Теперь коротко о других новостях. Смертельный ДТП в Киржачском районе на 30-м километре автодороги Киржач-Кольчугина. Легковушка Джили выехала на встречку, где столкнулась с газелью. Иномаркой управляла женщина, 82-го года рождения, с травмами она и один из ее пассажиров госпитализированы. А вот еще один пассажир легковушки от травм, несовместимых с жизнью, скончался прямо в машине. Чтобы извлечь погибшего из иномарки, спасателям пришлось с помощью специального оборудования проводить деблокировку дверей. Во Владимире 17-й автобус влетел в столб. Произошло это на улице Горького. Как рассказали в ГИБДД, спускаясь к Красному Кресту, водитель, 62-го года рождения, не выбрал скорость, соответствующую метеоусловиям, и совершил наезд на опору линии электропередач. Травмирована пассажирка автобуса, 92-го года рождения. У нее диагностирована гематома правого бедра. О других пострадавших не сообщается. За три дня февраля это уже третье ДТП с автобусами, поэтому ГИБДД намерено провести с водителями общественного транспорта профилактические беседы. В Муроме наркополицейские ликвидировали наркопритон, держатели которого занимались сбытом героина. При этом Татьяна Князева, 83-го года рождения, и ее сожители, 89-го, сами являются активными потребителями наркотиков. Героин пара приобретала через оптовые закладки массой от 5 до 10 граммов. Из квартиры изъяты свертки с героином и использованные шприцы со следами инъекций. В отношении Князевой и ее сожителя возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы до 8 лет. Суицид в петушинской полиции в камере для административно задержанных сегодня ночью повесился 51-летний житель города Петушки. Его задержали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного объединения. По факту суицида проводятся проверки. Следственному комитету уже известно, что дежурный забыл заставить задержанного вынуть шнурки из ботинок. На них он и повесился. Обнаружили это, когда в камеру помещали очередных задержанных. Смотреть будем патриотические фильмы. 2016-й объявлен годом кино. И каждый месяц года Департамент культуры намерен посвятить конкретному жанру. В феврале ставка сделана на патриотизм. Март, как обычно, будет сказочным. В Суздале пройдет уже 21-й по счету Всероссийский фестиваль анимационного кино. На него приедут лучшие режиссеры, сценаристы, художники 40 студий страны. В апреле экраны области займут российские комедии, а в мае фильмы о войне. Кинопоказы пройдут во всех городах 33-го региона. Увидеть фильмы можно будет как в домах культуры, так и в частных кинотеатрах. Посмотреть кино смогут даже в деревнях. Наш регион выиграл грант на покупку киномобиля ценой почти 3 миллиона рублей. Все это оборудование способствует тому, чтобы показывать кинофильмы в 3D, 4D на улице и в помещении. То есть это, конечно, для нас это сказка, которая стала былью. Рассказали в департаменте культуры и о том, что в год кино Суздаль снова станет киноплощадкой. Про город-музей будут снимать документальный фильм. Правда, московские авторы. Своих кинематографистов-профессионалов у нас нет. Возможно, таланты даст детская киностудия. Она работает во Владимире, правда, снимает пока лишь социальные ролики. Определенные надежды чиновники возлагают и на областное госучреждение киноцентр. Оно получит дополнительные бюджетные средства. Мы им как раз этого государственного даже задания дали. Для того, чтобы они стали храмом кино для наших кинолюбителей. Поэтому все будет зависеть, с одной стороны, от активности вот этого учреждения. Потому что не в каждой области государственного учреждения есть такого типа. Владимирские торпедовцы начали подготовку ко второму кругу чемпионата страны. Наша команда возобновила тренировки, но сейчас игроки работают в основном без мяча. На первом плане ОФП и беговые упражнения. Тренируется с черно-белыми и девушка. Какая у нее задача и о том, кто в межсезонье появился в торпедо, а кто его покинул. Наш следующий материал. И третий цвет защитников. Седотов, Шасов, Голиков. Голузащитников. Караганов, Сасов. Сегодня торпедовцы тренируются в зале. Они отрабатывают скорость и сноровку, играя в ручной мяч. В общей группе занимаются все. Здесь и ветераны черно-белых, и новички, и игроки, восстанавливающиеся после травм. Прошел большой срок восстановления после тяжелой травмы. Сейчас набираю кондиции. Тяжело, конечно, но вливаюсь. Лично у меня планы очень серьезные. То, что не получилось сделать что-то в первом круге. Очень хорошо подготовиться. Выдержать конкуренцию и молодых, и приезжих уже, ребят. И подойти максимально готовым к сезону. Во втором круге болельщики не увидят в составе черно-белых троих футболистов. Ранее заявленных за торпедо. Из команды ушли голкипер Артем Романов, нападающие Сандро Челидзе и Валерий Малышев. Если первые двое продолжат свою футбольную карьеру в других клубах, то вот ветеран Владимирского футбола 35-летний Малышев повесил бутсы на гвоздь. В черно-белой форме он провел 391 матч и забил 86 мячей. Скорее всего, прощальный матч нашего нападающего будет организован летом. Я думаю, что целесообразно это делать, наверное, в теплую погоду. И чемпионат у нас заканчивается уже 31 мая, последняя игра. Вот я думаю, что надо разговаривать о том, что целесообразно такой матч провести где-то начало июня. Что же касается новичков, то они, безусловно, будут, говорит Евгений Дурнев. Причем состав пополнят как приезжие игроки, так и воспитанники нашей футбольной школы. Сейчас есть такая возможность без контракта заявить, чтобы они были в команде. Скорее всего, так и поступим с молодыми футболистами из школы. А дополнительно еще человека 3-4, скорее всего, привлечем на контракт. Постоянно кто-то приезжает, уезжает, смотрим. 3-4 человека новых будут уже сейчас, этой зимой. И с ними ясность уже в феврале наступит. То есть немножко надо потерпеть, потом мы всех объявим. А вот и та самая девушка, которая тренируется с торпедовцами. Точнее, тренирует нашу команду. Анастасия – инструктор по фитнесу. Торпедовцы регулярно получают такую разрядку во время ежедневной тяжелой работы по вхождению в форму после каникул. После первого круга торпедовцы занимают шестое место. Первую игру после зимнего перерыва они проведут дома. 10 апреля черно-белые примут подмосковную колонну. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал. Хищник с характером. Внимание владимирцев уже несколько дней привлекает крупные птицы, которые появились в сквере за городским дворцом культуры. По словам очевидцев, она напоминает сокола и атакует городских пернатов. На этих кадрах видно, что птица расправляется с голубем. При этом хищник совершенно не обращает внимания на приближение людей. Профессиональный орнитолог опознал в птице самца ястреба-тетеревятника. Обычно он охотится на лесных опушках, а зимой иногда перебирается в город, где можно найти легкую добычу. Бывает его появление. На моей памяти было в 2008 году. Нам передали птицу из 8-й школы. Она попала, видимо, атаковала свою жертву и разбила фрамугу в зале физической культуры. Попала в зал. Вот нам передавали. Периодически я их вижу на улице Лакина, Балакирева, то есть на окраинах города, где они атакуют в основном наших городских сизоголубей, галок, ворон. Ястреб нападает на медлительную жертву из засады и моментально атакует. А вот для человека птицы опасности не представляют. Эти пернатые хищники не нападают на людей. Не стоит и мешать птице охотиться. Как правило, ястребы уничтожают слабых и больных особей, выполняя роль природных санитаров. Голубей, сорок и ворон у нас в городе будет много. А вот такие появления интересных птиц и хищник, они носят единичный все равно характер. И не стоит переживать по такому кровавому зрелищу, по такому кровавому поводу. То есть это естественно его среда обитания, естественно охота. И хорошо, что у нас в городе он есть. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Еще больше новостей читайте на сайте www.6tv.ru Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!